Друзья, всем привет! С вами ваш неутомимый и нежно любимый Алко-сенсей. И у нас сегодня легкие алкогольные напитки. Да, давненько не пили мы пивас на камеру. Итак, в качестве подобных кроликов я выбрал два вот таких вот интересных экземпляра. Не смейтесь, но называются они Хворобей и Синяя гусеница. Оба пива произведены пивоварней Таркас, находящейся в Воронежской области. И пивоварня такая довольно интересная. Большая линейка разного вида пива у него. У этой пивоварни. Давайте же начнем, так сказать, с Хворобья. Он полегче. Значит, крепость данного пива у нас 4,8 градуса. В составе вода специально подготовлена. Солод, очменный пивоваренный, светлый, хмель и все. Пивоваренный, светлый и хмель. Значит, что это у нас такое? Как утверждают производители, это у нас сухой, чистый и освежающий лагерь с долгим хмелевым послевкусием. В аромате хвойно-можжевелова и цитрусовой тона, который придает горячее и холодное охмеление европейскими и американскими хмелями. Немного, немало. Давайте же пробовать поскорее. Люблю, когда нам что-то пишут, а потом сравнивать, так ли это или не так. Так, это у нас фильтрованное пиво, по-моему. Да, фильтрованное, видите, светленькое, прозрачное. Так, значит, сорт этого пива Indian Pale Lager, как можете убедиться сами. Видите, внизу написано Indian Pale Lager. Что это такое? Это некий подвид Indian Pale Lager, ИПА. Только немножечко отличается. Значит, лагерь с мощным охмелением, то есть много хмеля будет. Отличает использование американских и новозеландских хмелей. Сходство с ИПА в этом стиле проявляется в мощном цитрусовом и хвойном аромате хмелей. Кстати, есть цитрусовый аромат. Ребят, ничего не могу сказать, прям приятно пахнет. Реально похоже на ИПУ. Вот Волковскую пивоварню я иногда беру. Я не люблю горькое пиво, поэтому беру довольно редко. Но вот иногда беру, кстати, из-за аромата хмеля. Вот этого цитруса. Так, отличие. Мягкая горечь, большая сухость, чистота и питкость пива, характерная для лагеров. И большая сухость. Ага, то есть он будет не такой горький. По идее он будет не такой горький. Но давайте пробовать. Нет, горький. Хотя, горечь не сильная. Когда пьешь, горечь ощущается. Но в послевкусии горечь реально мягкие-мягкие нотки такие имеет. Хм. Ну что, друзья. Я вам скажу, что у меня уже был один раз, как я считаю, не очень удачный опыт. Потребление напитков Таркаса я пробовал Гозы томатный. Вот он мне очень не понравился. Но по поводу вот этого хворобья я вам скажу, что даже очень интересно. Неожиданно интересно. Кстати, бутылочка мне досталась за 125 рублей. Объем 0,5 здесь. Так. Ну, 4,5 из 5 я дам. Прикольное пиво. Реально прикольное пиво. Не ожидал. Так. Давайте теперь перейдем ко второму экземпляру. Не будем сильно рассусоливать. Потому что долгие ролики не очень хорошо смотрят. А мы же любим, когда просмотры у нас большие. Поэтому, друзья, кто еще не подписался, подписываемся, ставим лайки. И потом пишем комментарии. Что вы думаете по поводу данного пива. Синяя гусеница. Следующий вид пива. Синяя гусеница. Что это из себя представляет. Давайте посмотрим. Как говорит производитель. Это у нас стиль Вермонт Ипа. Нефильтрованный Эль с интенсивным ароматом цитрусовых и тропических фруктов. С балансированным сочетанием сода, фруктовой сущности и легкой хмелевой горечи во вкусе. Так. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Значит, он будет мутный. Потому что он не осветленный и нефильтрованный. Крепость его 6,6 градуса. То есть, да. Довольно крепкий. Довольно крепкий напиток. Кстати, я люблю крепкое пиво. Но не все это пиво приходится мне по вкусу. Скажем так. Значит, в составе у нас здесь. Вода специально подготовленная. Солод ячменный светлый. Солод пшеничный. Солод ячменный карамельный. Хмель, дрожжи пивные. Все. Насыщенный состав. Ничего не могу. Значит, говорите, цитрусовый аромат. Здесь тоже. Да. Да, здесь цитрусовый аромат. И причем такой. Имеет чуть другой оттенок. Здесь более легкий аромат. Здесь потяжелее. Такой, знаете. С каким-то еще переливом. Интересно. Ну что, давайте пробовать. Слушайте, вкус реально очень интересный. Я, блин, для себя открыл. Реально вкус очень интересный. Имеется во вкусе присутствует легкая-легкая такая сладость. Легкая сладость. Вот. И Ну, горечь совсем не напрягает. Есть легкая горечь. Вот. Но совершенно не напрягающая. Мне гусеница понравилась больше, чем этот самый хворобей. Гусеница прям огонь. Гусеница огонь, я вам скажу. Вот она, синяя гусеница. И вот он, воробей. Я реально не пил такого пива. С таким интересным вот сочетанием вкуса. Реально. Вы знаете. Прям гусеницы ставлю пятерочку, наверное. По пятибалльной шкале. Я не знаю, что скажут настоящие специалисты и ценители. Качественного пива. Ну, реально, ребят. Вот эти два вида я оцениваю очень хорошо. А из этих двух гусеница на первом месте. Хоть она и не фильтрованная. И хоть она и не пастеризованная, по-моему. Нет, она пастеризованная. По-моему, она пастеризованная. Да, у нее срок годности большой. Срок годности у нее 9 месяцев. Да, значит, пастеризованная. Но очень, очень хорошее пиво. Очень хорошее пиво. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Обсудим. А сейчас поднимаю бокал за ваши просмотры. За ваши лайки. Кто хочет помочь каналу, ссылочка внизу в описании. Всем спасибо. Всем пока.